В эфире канал Россия итоговая информационная программа событий недели. В студии Ашмиас Пхешхов. Доброе утро. В республике зарегистрирован резкий рост числа госпитализации больных коронавирусной инфекцией. В связи с этим увеличен до 305 мест коечный фонд действующего ковид-госпиталя в Черкесске. По поручению главы оперштаба республики Рашада Тимрезова проведен аудит готовности и других резервных госпиталей в городах и районах. С 1 июля по поручению президента России для лиц 18 лет и старше начнется углубленная диспансеризация граждан, переболевших ковид-19. По ее результатам при необходимости будет назначено лечение и реабилитация. В Карачаево-Черкесии она будет проходить на базе всех районных больниц, фаповых амбулаторий. В России и в целом во многих регионах страны растет число заболевших коронавирусом. По словам эпидемиологов, именно вакцинация позволит избежать массового заражения людей. Как идет привычная кампания в Зеленчугском районе, узнавал Карачаево-Черкесии. На сегодняшний день ситуация с коронавирусом в Карачаево-Черкесии остается непростой. В Зеленчугском районе привилось 6 тысяч человек. Главный рач районной больницы Анатолий Величко призывает жителей республики присоединиться к массовой вакцинации. Аргументирует тем, что коллективный иммунитет позволит избежать мутации вируса COVID-19 в новую форму и остановит эту инфекцию. Формирование антител в организме позволит сопротивляться болезни и не даст ей возможность пройти очередные циклы своего развития и массового распространения. Если мы упустим это время, то все наши усилия будут напрасны и все начнется с самого начала, говорит доктор. Я вас призываю привиться. Я привит уже очень давно, с октября месяца. Все мои близкие родственники, я смог им доказать, донести до них о том, что им нужно привить. И слава богу, ни один из них не заболел, и все они живы и здоровы остались. К сожалению, некоторым людям я не смог это доказать. И, к сожалению, я про этих людей уже говорил в прошлом времени. Они заболели и не пережили. Мне очень жалко их. Медперсонал Зеленчузской ЦРБ, а это 690 человек, сделали себе вакцинацию, сообщает главврач. Прививки абсолютно бесплатные. При себе нужно иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС. При визите к терапевту оформляется протокол согласия на проведение вакцины. После осмотра доктор дает допуск, и человек проходит прививочный кабинет. На следующий день получает уведомление на портале государственных услуг о том, что он прошел первый этап вакцинации, информацию о следующей прививке. Я сделала вакцинацию, я сделала две прививки, и я переболела до этого коронавирусом, поэтому могу сказать, что прививка – это хорошо. Потому что мне кажется, что все-таки так тяжело болеть – это не очень. Лучше привиться. Я сделала один раз в декабре, второй раз в июне. Никаких таких болевых там, какие-то там температуры, что плохо, ничего такого нет. Ну, такое немножко гриппозное состояние, и все, первый день. Больше ничего. У кого старик есть, дети есть, конечно, нужно делать. Чем болеть, потом после коронавируса, я считаю, конечно, нужно прививиться всему населению. Дайте организму шанс, чтобы он смог воспользоваться теми силами, которые есть. Новый виток заболевания будет устойчив к старым вакцинам. Нам надо успеть ликвидировать его раньше, чем у него появится возможность к изменению. Подытожил Анатолий Величко. Харча Биджиев, Ислан Урумов, Вести, Карачаево, Черкесия, Зеленчукский район. В России отметили День памяти и скорби. 80 лет назад, 22 июня, в 4 часа утра, фашистская Германия безо всякого объявления войны вторглась в западные рубежи Советского Союза. Памятные мероприятия в рамках мемориальной акции «Оборванный мир» прошли по всей стране. На вахту памяти в ночь на 22 июня вышел почетный караул воспитанников Центра военно-патриотического воспитания Черкеска. Ахмат Халкевич продолжит. Мемориальная акция «Оборванный мир» проводится не первый год. В ночь с 21 на 22 июня у Вечного огня парка «Победа республиканской столицы» именно в 4.00 утра вступает вахта памяти. Это время, с которого в 41-м пошел отсчет печальной летописи Великой Отечественной войны. Войны, которая разделила историю нашей страны на до и после. На Советский Союз обрушился доселе невиданная в практике мировых войн мощь армии фашистских захватчиков. Непримиримая борьба нашего Отечества, длевшаяся 1418 дней, увенчалась не только победой СССР над Германией, но и стала, по сути, освобождением всего человечества от коричневой чумы. Цель у нас всегда только одна – это показать всем, в том числе и детям, что такое война, чтобы в их памяти это всегда оставалось той трагической, тяжелой датой и тем событиям, которые никогда забывать нельзя. Житель Черкеска Владимир Бондарев пришел на мемориал со своей дочерью Викторией. Он выразил уверенность в том, что только святая память от тех, кто ценой своей жизни спас нашу Родину и будущие поколения, поможет нам воспитать достойных граждан для нашей великой страны. Сердце болит то, что столько людей погибло. Ну, я не мог пропустить это и привел ребенка с собой. Ну, мы помним о них и не забываем. Захотела прийти, и мне это важно, потому что они шли за нашу жизнь. А если мы забудем, что страшное может пройти с нами? Не будет любви в наше время и ничего такого. В немыслимо высокую цену обошелся нашему народу мир во всем мире. Эта война унесла свыше 26 миллионов жизней наших соотечественников. И пока на земле победителей будет жить благодарное за спасенный мир и свободу поколения, пламя вечного огня будет гореть еще не одно столетие. Ахмад Халкищев, Ислам Урумов, Весть Карачаева, Черкесия. В день памяти и скорби глава Карачаева, Черкесия Рашид Тимрезов возложил цветы к вечному огню на аллее героев Черкесии и памятнику советскому солдату. Вместе с ним в церемонии возложения участвовали члены правительства и руководство мэрии Черкеска. Участники торжественной церемонии почтили память павшей в годы Великой Отечественной войны и послевоенные годы. Среди тех, кто с первых же дней войны встал на защиту Родины, было немало сынов и дочери нашей республики. Более 15 тысяч воинов-выходцев из маленькой Карачаева, Черкесии, были награждены боевыми орденами и медалями. 30 наших земляков стали героями Советского Союза и России. Семеро удостоились чести стать кавалерами Ордена Славы Трех Степеней. Памятные мероприятия прошли во всех городах и районах Карачаевой Черкесии с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Подвиг поколения победителей бессмертен, а их пример любви к Родине – вечный образ истинного патриотизма. Ветерану Великой Отечественной войны Исаию Мусаевичу Яхкееву, жителю Карачаевска, доставили главную государственную награду республики – орден за заслуги перед Карачаевой Черкесией. Ахмад Халкечев продолжит. Высшие награды республики Исаия Мусаевич удостоены указом главы Рашиза Тимрезова. К ордену за заслуги перед Карачаевой Черкесией прилагается еще и денежная премия в размере 50 тысяч рублей. Уважение заслуг достойных людей, в свою очередь, имеет воспитательную составляющую, выразил верность мэр Карачаевска Альберт Буттаев. Также ценный подарок ветерану преподнесла и мэрия Карачаевска. Если мы не будем заслуги людей уважать, то стремления к заслугам не будет. Мы сейчас как раз и переживаем тот период, когда мы разницу между теми, кто работает, между теми, кто достойный, недостойный, уже забыли. Поэтому в стране у нас происходит много вещей, которых не должно было происходить. Исаий Мусаевич родился 1 февраля 1925 года в селе Саманлык Таукского района Азербайджанской ССР. На фронт ушел в 43-м, в возрасте 17 лет. Воевал на 2-м Украинском фронте в составе 77-й стрелковой дивизии 105-го полка. Бой, после которого ему пришлось комиссоваться, Исаий Мусаевич помнит, как вчерашний день. Все скосили, все ничего там, черный, ничего не остался. Бой все пошел, все, самолет, памбит все, танк идет, и там все такое. Я не знаю, как я живой остался, я так. Очень сильная оборона была. В 77-й дивизии, мне кажется, ни одного человека так и не осталось. Все, рано, то и такое. И после демобилизации Исаия Хкеев продолжил ковать победу в тылу. Работал на Свердловском заводе номер 9, который производил ствольные и артиллерийские системы для фронта. Исаий Мусаевич имеет медали Георгия Жукова за победу над Германией. Награжден орденом Великой Отечественной войны второй степени. В общей сложности отмечен 17-ю государственными наградами и знаками отличия. В ходе проведенного открытого 8-го чата главой Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова было задано много вопросов по поводу бездействия и недобросовестного соблюдения должностных обязанностей управляющей компании. По обозначенным проблемам заместитель председателя правительства, министр строительства и ЖКХ Евгений Гордиенко провел прием граждан. Альбина Ламкова продолжит тему. С 2017 года я пытаюсь добиться перекрытия кровли. Подъезд наш пришел в ужасное состояние. Я пришла к министру на прием, чтобы решить этот вопрос, потому что я была и в ЖЭО. Я обращалась в средства массовой информации, в социальные сети, и проблемы не решаются никак. Вся столярка пришла в негодность, в подъезде пахнет сыростью. У меня на этаже вообще плесень, хотя на этаже проживают несовершеннолетние дети. Видео было представлено Фатимой Теунаевой. По ее словам, кровля дома по улице Лободина-70 в бедственном состоянии. Хотя и текущий ремонт был проведен, не помогло. Вода во время осадков стекает до третьего этажа. Дальше эта ситуация улучшаться не будет, вы же понимаете. Если с 2001 года у вас с ними такие отношения, где не реагируют, вы там каждый раз в разные инстанции обращаетесь. Вы же дальше не будете так жить. Я к тому говорю, сейчас мы отреагируем, сейчас их призовем к ответственности, это все сделаем. Но вам надо подумать, с жильцами, с своим костяком, как вы сказали. Может быть, вам надо перейти на ТСЖ. Данная ситуация сложная, но решаема. Ну а лучший способ устранения всех проблем – смена управляющей компанией или же создание ТСЖ, отметил министр Евгений Гордиенко. Медлить нельзя, дом может стать аварийным. Такие проблемы и недовольство к управляющим компаниям сложились практически у каждого пришедшего на прием. Вы, оплачивая управляющие компании, имеете право от них потребовать стоимость услуг, которую они предоставляют. Они вообще были обязаны, перед отписанием с вами договора, предоставить вам такую информацию. Помимо этого, вы в договоре можете указать периодичность отчетности. Отчитался он, куда ваши деньги потрачены? Нет. Ну а зачем вы тогда делаете такую управляющую компанию? Преимущества у участников ТСЖ много. А самое главное – расходы и сбор денег за определенный период прозрачны, отметил Евгений Гордиенко. А тем более, если проблемы в доме не решаются годами. Сейчас они не выполнили свои обязанности, их оштрафуют. Штрафуют, жилнадзор, ничего не могу сказать. Всех штрафуем, всех. Карточки зарплатных там у них, по-моему, нету, они все от этого уходят. Но работают плохо. С каких денег они будут платить штраф? С ваших же денег заплатят. Еще на эту сумму меньше вам сделают. И так будет постоянно бесконечность. Вам надо либо управляющую компанию поменять, либо создать ТСЖ. Надо сказать, что прием граждан по вопросам работы управляющих компаний проходил с участием руководителя управления государственного жилищного надзора Руслана Орусовой и главой фонда капитального ремонта Артура Качкарова. Чтобы ответы были даны незамедлительно. Как, например, по проблемам в доме на улице Гутикулова, 22. Надо бы сделать нам крышку. Для капитального ремонта тоже проблема. Директор фонда капитального ремонта. Ваш дом Бутикулова, 22, поднял сбора. И, соответственно, мы сдвинулись, наоборот, вперед. То есть с 23-го года на 22-го. Наталья Поличенко осталась довольной встречей. Ответ меня устроил. И, в общем-то, получилось так, что и министр нас похвалил конкретно, наш дом. Поскольку, в общем, сдача денег, то есть оплата коммунальных слух идет, в принципе, более-менее нормально. Хотя есть отдельные элементы. Но что делать? Деньги уже накоплены на этот самый капитальный ремонт. И конкретно на крышу, которая, в первую очередь, нас беспокоит. На прием в министерство ЖКХ обратилось 26 человек. Наиболее обсуждаемые вопросы касались темы текущего ремонта, проводимые управляющими компаниями. А также капитального ремонта кровли, благоустройства придомовых территорий и переселения из аварийного жилищного фонда. Проведение личных приемов граждан позволяет руководству региона выстроить прямой диалог с людьми. Получить обратную связь и выявить наиболее актуальные для жителей нашей республики проблемы, требующие вмешательства органов власти. По каждому вопросу были даны поручения, исполнение которых взяты на контроль. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево, Черкесия. В Доме правительства под председателем премьер-министра Аслана Озова состоялось заседание региональной комиссии по безопасности дорожного движения. В ходе мероприятия были озвучены показатели аварийности на дорогах республики за первый квартал текущего года, а также комплекс мероприятий, направленных на снижение аварийности и тяжких последствий ДТП. С подробностями Карачаево-Джиев. По сравнению с первым кварталом текущего года Карачаево-Черкесии количество дорожно-транспортных происшествий сократилось почти на 40%. Снизились ДТП с участием несовершеннолетних. Об этом говорили на заседании. Особое внимание уделили вопросу профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и мерам, принимаемым по обеспечению безопасности при перевозке детей на культурно-массовые спортивные мероприятия. Выступавшие отметили, что в Карачаево-Черкесии за отчетный период проделана комплексная межведомственная работа по усилению безопасности на дорогах республики. Но проблема с дорожно-транспортными происшествиями остается актуальной. Меры, принимаемые госавтоинспекцией и правительством, многоплановые. Силы правоохранительных органов недостаточны для того, чтобы справиться с этой проблемой, ведь она многогранна. Также на заседании отметили действующую подпрограмму по оказанию специализированной высокотехнологичной медицинской помощи для снижения смертности ДТП. Осуществлена подготовка, переподготовка, повышение квалификации медицинских кадров и обучение специалистов экстренных служб, участвующих в оказании первой помощи лицам пострадавшим при ДТП. На базе Карачао-Черкесского медицинского колледжа функционирует учебный центр по обучению приемам оказания первой помощи пострадавшим в ЧАЭС, в которой размещена учебная база, подготовлен преподавательский состав и имеется лицензия на осуществление обучения приемам оказания первой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях и при ДТП. На заседании говорили и о мерах при перевозке детей. Руководители образовательных учреждений обязаны не позднее 48 часов до начала поездки уведомить МВД о планируемом выезде и составить договор, в котором должны быть обозначены сведения о маршруте, пункте отправления, промежуточных обязательных остановок для приема пищи на кратковременном отдыхе, а также список участников и водителей с указанием даты рождения каждого из них. Водители проходят прижирий свой инструктаж, где должны показать свой профессионализм. Хочу отметить, что и управлениями образования муниципальных районов также ведется систематическая работа по своевременному техосмотру транспортных средств, обучению водителей и лиц, сопровождающих детей в автобусе, также анализу дорожно-транспортных происшествий с участием водителей школьных автобусов, проведению собраний с водительским составом для постановки задач. Для обеспечения безопасности необходимо активизировать работу по соблюдению правил дорожного движения и возложить особую ответственность на водителей и повысить эффективность оказания медицинской помощи пострадавшим ДТП. Подытожили на заседании. Карча Биджиев, Рашид Токов, Вести, Карачаево, Черкесия. Прямо сейчас реклама, а позже мы продолжим выпуск. Прямо сейчас реклама, а позже мы продолжим выпуск. Лето будет чудесным с Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Встречаем летний сезон трендовых диванов «Ангажемент» вместе. Абсолютное погружение в отдых, удовольствие и массу впечатлений. Стильно, роскошно, надежно, удобно. Все включено. Диван Айленд. На волне вашего комфорта. «Ангажемент». Мебель. Интерьерные решения. Город Черкесск. Улица Октябрьская, 392. В государственную телерадиокомпанию «Карачаево-Черкесия» требуется звукорежиссер со знанием и опытом работы с микшерными пультами и программами. Обращаться по адресу Черкесск, улица Красноармейская, 51 или по телефону 22 04 75 22 05 47. Глава «Карачаево-Черкесии» провел встречу с председателем Координационного центра мусульман Зеверного Кавказа, Муфтием Республики Исмаил Хаджибердзиевым и архиепископом Пятигорской и Черкесской епархии Феофилактом. Рашид Тимрезов в их лице поблагодарил всех представителей исламского и православного духовенства за взаимодействие, созидательную позицию и вклад в духовно-нравственное воспитание молодежи. Он отметил, что также важна просветительская деятельность и вклад в духовенство в сложный период распространения коронавирусной инфекции с целью сохранения здоровья людей. «Считаю крайне важной позицию духовенства в процессе укрепления института семьи и семейных ценностей. На протяжении многих лет Карачаево-Черкесия занимает лидирующие позиции по количеству межконфессиональных браков», сказал глава региона. В ходе встречи обсудили ряд важных вопросов по укреплению межконфессионального согласия в республике, воспитанию молодежи, сохранению духовных и культурных ценностей в обществе. Рашид Тимрезов отметил, что наших духовных лидеров всегда отличает стремление к постоянному диалогу с верующими, общее желание сохранить мир, стабильность и взаимодействие между людьми разных национальностей и вероисповедания. Воспитать экологическую культуру у населения и внести свой вклад в сохранение природы. На берегу реки Кубань, на территории Красногорского нарзанного источника, прошла Всероссийская акция «Вода России», собравшая многих представителей различных организаций и жителей республики на уборку мусора. В экологической акции принял участие и наш корреспондент Алихан Лепшоков. Сегодня очень важно сохранять и приумножать то, что мы имеем, и приучать к этому подрастающее поколение, отмечают организаторы Всероссийской экологической акции «Вода России». В открытии мероприятия приняли участие директор Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России Илья Разбаш. Гость нашего региона – постоянный амбассадор акции «Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова, представители власти республики. Хочу сказать, что уникальные весна, уникальные воды Карачаева-Черкесии нуждаются в этом мероприятии. И организаторы сегодня еще большее значение придали, и я думаю, что мы его достойно проведем и в дальнейшем. Вопрос экологии национального проекта находится на самом контроле главы Карачаева-Черкесской республики Рачила Борисовича Темрезова. Хотел бы сказать большое спасибо всей вашей команде. Благодаря вам, благодаря вашему опыту, работу по всей стране мы берем, учимся у вас. В свою очередь гости республики отметили важность подобных акций, дабы воспитать у населения экологическую культуру. Эта акция в том числе носит и образовательный характер. Ведь наши с вами дети, внуки и будущие поколения так или иначе станут руководителями заводов, которые сбрасывают неочищенные сточные воды в наши речи. Да, и сейчас, и сегодня. Это те инженеры, которые будут проектировать доступные варианты тех же самых очистных сооружений. И вот сегодня мы показываем непосредственно в этой совместной работе, что и государство, и гражданское общество, они едины вокруг основной цели – сделать наши берега и водные объекты чище. У вас потрясающая природа, замечательные люди. Нужно, конечно, природу сохранять, помогать ей очищаться, потому что природа – это наш дом, это часть нас. И так как мы состоим из воды на 80%, то вода вокруг нас должна быть чистой. Буквально за несколько секунд участниками всероссийской акции «Вода России» было собрано вот столько кучи мусора. И, как отмечают организаторы, подобные мероприятия позволяют улучшить экологическую культуру жителей региона. Сборка мусора проходит раздельно. Разделившись на группы, все участники акции прошлись по берегу Кубани. Собрав мусор в специальные мешки. К сожалению, многим отдыхающим необходимо объяснять правила нахождения на берегу реки и важность уборки за собой, заверяют участники акции. Периодически, так как мы жители этой республики, бываем, приезжаем, отдыхаем. И очень неприятно, что у нас так грязно здесь, что нас тут, как сказать, не соблюдают чистоту. Так что хотелось бы обратиться к людям, которые отдыхают, приезжают. Дорогие жители республики и приезжие. Пожалуйста, собирайте чистоту, чтобы у нас было чистое, хорошо. Субботник еще идет, мы посмотрим по итогам. Если мы посмотрим туда, там уже несколько машин готовы к отправке. Это еще не вечер. Я хотел бы, чтобы люди все-таки стали более ответственны к себе в первую очередь. И, соответственно, ответственны к природе. Чем бережно мы будем относиться к нашей природе, тем мы сохраним наше нескончаемое богатство. Поэтому подобные субботники должны проводиться чаще, чтобы люди понимали и несли ответственность за свою родную землю. Альхан Ипшоков, Расул Бердиев, Ислам Урумов, Вести Карачаева, Черкесия, Узжигутинский район. В МВД по Карачаеву, Черкесии отметили самых активных представителей медиасообщества. Мероприятия посвятили 38-й годовщине образования подразделений в системе МВД. Ахмад Халкевич продолжит. Отсчет своей истории подразделений журналистов «Погонных» ведет с 1983 года, когда приказом МВД СССР в структурии Центрального аппарата Министерства было создано пресс-бюро, отвечавшее за взаимодействие со СМИ и освещение деятельности органов милиции. За свое безмолвово полувековое становление служба серьезно усовершенствовалась как в плане технического оснащения, так и оперативного реагирования на события. Благодаря оперативным съемкам, которые ведут сами полицейские, у людей появилась возможность видеть своими глазами, как проходят спецоперации по пресечению наркоторговли, террористических актов и иных нарушений закона. От всей души благодарю вас за преданность своей профессии, честность, объективность и профессионализм. Ни для кого не секрет, что уровень доверия населения к органам охраны правопорядка напрямую зависит от уровня их открытости. И в свой профессиональный праздник журналисты-полицейские сочли необходимым отметить и труд своих коллег, гражданских журналистов, обеспечивающих открытость деятельности органов внутренних дел в медиасфере. Служу Отечеству, чтобы нам хватило силы, коль мы забьем на пасти час, будем мы хранить Россию, чтобы она хранила нас. Спасибо вам. Правильно выстроенная информационная политика способствует решению весьма широкого спектра вопросов без обострений, подчеркнул главред газеты «День республики» Евгений Кратов. Всегда приятно, когда то, что ты делаешь в силу своих должностных обязанностей, но за это еще и говорят спасибо. Спасибо всегда приятно. Вот спасибо за это спасибо. Обращаясь к собравшимся, министр внутренних дел Карачаева-Черкесии Александр Мелинченко отметил, что современное общество сегодня живет в мире интерпретации. Важно не то, как сказал человек, и не то, как он это сделал, а то, как его подали и интерпретируют. В этой связи очень важную роль играет ваша журналистская объективность и компетентность, резюмировал руководитель ведомства. Мы не говорим даже сегодня про какие-то там буквальные вещи в виде репостов или там взаимной поддержки в медийном пространстве. Мы говорим о том, что вы все люди небезучастные, абсолютно готовы откликнуться и прийти на помощь коллегам. За это огромное вам спасибо. Большое. Ахмад Халкечев, Ислам Урумов, Вести Карачаева, Теркесия. Приятная новость. Народный ансамбль национального танца Ашамазу достоин звания лауреата первой степени Международного фестиваля конкурса детского и юношеского творчества «Звездочки Адыгеи», который прошел в Майкопе. Танцевальное мастерство юных джигитов и горянок из Карачаевой Черкесии было признано жюри одним из лучших. Учат красивым танцем ребят опытные наставники. Художественный руководитель Зураб Азроков и балетмейстер Ахмед Адамоков. Возрождая былые традиции в республике, после нескольких лет перерыва состоялся открытый турнир по национальной борьбе Тутушна призы Курманби и Алчакова. Дворец спорта «Олимп» Карачаевска собрал вместе десятки спортсменов из разных регионов. Алла Качиева о том, как проходила борьба и кто стал обладателем главного трофея турнира. Борцы Карачаева-Черкесии традиционно являются лидерами по борьбе на поясах по количеству завоеванных наград в нашей стране. Издревле Тутуш являлся частью культуры республики. Ни один праздник угорцев не обходился без национальной борьбы. Свой вклад в развитие и сохранение этого зрелищного вида спорта вынес и заслуженный работник торговли республики Курманби Алчаков. Он и сам некогда занимался борьбой и очень часто оказывал спонсорскую поддержку молодым спортсменам. А в этом году Курманби Магометович решил возобновить былые традиции, организовал турнир и учредил призы. За пропаганду спорта и здорового образа жизни, за вклад в укрепление дружбы между народами, сохранение обычаев, традиций, за организацию праздника старейшина села Дружба преподнесли ему подарок в виде жеребца карачаевской породы. «Мы в Карачаеве-Черкесии живем свои традиции забыть, свои раньше то, что наши старики делали. Борьбу надо поднять, конный спорт надо поднять, в Балкане ядра надо поднять, спорт есть спорт. Кто спортом занимается, это самые прекрасные люди. У них и голова, и кровь чище всех». Национальная борьба – бросковый вид спорта. Традиционно перед схватками борцы танцуют несколько минут, чтобы разогреть и размять мышцы. «У нас в основном, основное направление – вольная борьба, но наши ребята здесь борются. Но это именно для нас, это тоже мы отрабатываем броски. Борьба тут уж именно в этом и состоит, что броски идут здесь. Спортсмен ни секунду не стоит на месте, он должен бросить, чтобы выиграть своего соперника». Подарки от организаторов от рода Алчаковых достались мэру Карачаевска, Минспорту Краснодарского края и главному судде соревнований Алхазу Чучаеву. А борцов, помимо тренеров и многочисленных болельщиков, поддерживают артисты – государственный ансамбль танца Карачаева-Черкесии Эльбрус и народный артист республики Султан Байкулов. Помимо судей, за схватками на ковре строго следят именитые спортсмены и представители власти. Все отмечают хороший уровень подготовки борцов. «Борьба на ковре разыгралась нешуточная. Около ста спортсменов из разных регионов будут отспаривать звание лучшего в девяти весовых категориях. А на кону – ценный приз – лошадь карачаевской породы». Мурзавек Месоста вискабардино-балкаре борется в весовой категории свыше 100 килограммов. Чемпион мира отмечает, что подобные турниры являются большим стимулом, особенно для начинающих спортсменов. Сегодня он в числе тех, кто занял высшую ступень пьедестала. Слагаемые успеха ему очень хорошо известны. «Самое главное – упорство, техника борьбы». Борцы Карачаево-Черкеси в очередной раз доказали свое превосходство в этом виде спорта. Большая часть медалей, денежных призов и ценных подарков досталась именно им. «Чаще бы такие соревнования. Людей много, все собираются, борются. Опыт соревнований – это всегда опыт». На турнире методом слепого жеребия был разыгран и жеребец карачаевской породы «Залим». Он достался Руслану Кубанову. А победителем абсолютной весовой категории стал двукратный чемпион мира по борьбе на поясах Расул Шедаков, которому достался баран карачаевской породы. Алла Качива, Мухаммед Ашибоков. Вести Карачаево-Черкесия. Карачаевск. Это вся информация, подготовленная нашими корреспондентами к итоговой программе «События недели». Я благодарю вас за внимание и пусть в ваши дома приходят только добрые вести. Будь с нами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова